Ария Ру, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в Kerbal Space Program. Ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Kerbal Space Program. Оказывается, у нас есть на орбите корабль, на котором есть до сих пор один инженер, и он тут находится уже 4 года. Охренеть. Ему, наверное, тут пиздец одиноко. Ну, пускай он здесь пока сидит, в принципе, он мне не мешает, в случае чего этот корабль может нам понадобиться, поэтому пускай здесь стоится. Ну, я вижу по финансам, и в принципе можно попробовать отправить наш корабль, точнее спутник какой-нибудь на орбиту Дионы, и посмотреть вообще, протестировать, как это вообще будет происходить, и что из этого может выйти. Правда, я никогда еще не запускал никаких спутников вне нашей системы, и возможно то, что все у нас пойдет по пизде, но я надеюсь, что этого не будет, если у нас получится нормально. Я планирую делать его максимально небольшим, потому что зачем нам большие спутники, правда ведь? У меня в постройке появилась идея, у нас есть возможность изучить, в принципе, и ионные двигатели, и узнать, что это такое, поэтому хотелось бы попробовать его вывести на непосредственно ионных двигателях, этот спутник. И я хотел бы это попробовать сделать. Вообще, это тестовый вариант спутника, потому что я не уверен, сколько именно нам потребуется Дельта-В на то, чтобы выходить на орбиту Дюны, тем более то, что я собираюсь там сделать экваториальную орбиту. Включаю автопилот на орбиту Тюрбена. Внимание! Обнаружены неисправности в коде. Начинаю протокол Ауа. Неисправности не обнаружено. Планирую маневр выхода на орбиту Солнца с входом в зону влияния Дюны. Маневр построен. Движение начато. Выявлена погрешность. Исправляю неточность. Маневр выполнен. Я очень сильно надеюсь, единственное, что меня сейчас беспокоит, сможем ли мы не просто выйти на орбиту, а хватит ли нам связи? Вот главный вопрос. Вообще, надо будет запускать миссию у меня для налаживания связи по всей Солнечной системе. И вот один из таких спутников, который будет выполнять научную миссию, летит у нас сейчас первый раз, чтобы побывать на Дюне. Точнее, ну как побывать, построить орбиту хотя бы попытаться. Я надеюсь сейчас, что мы в нее не врежемся. Начинаю маневр торможения для выхода на орбиту Дюны. Орбита достигнута. Я думаю, первым делом выйти сначала на орбиту вокруг спутника. А спутник называется у нас АИК. А потом уже идти на орбиту вокруг Дюны. То есть, у меня хватает топлива, в принципе, чтобы просканировать оба этих небесных тела, поэтому я предлагаю только сделать, раз есть возможность. У нас связь спутника пропала? Что? Что? Ну, у нас нету... стоять. А, ну мы еще раз попадаем на АИК. Просто это как-то было странно очень, ладно. И опять-таки мы тут тормозим. Тормозим, говорю. Вот так вот. Да, причем даже неплохая орбита получается. Начинаю сканирование поверхности спутника. Давайте вернемся в космический центр, посмотрим задание, которое у нас с этим связано. И может мы сможем взять и просканировать уже что-то. Вот, сделайте группу сканированной методом АИК. О боже, я не смогу выполнить, потому что у нас написано еще фазересаршн, то есть ресурсы еще просканировать надо, а у меня нету необходимого оборудования на спутнике. Ноу, придется запускать еще один. Обидно, ну что еще поделать. Выполняю маневр по выходу на орбиту дюны. Начинаю ее сканирование. Запуск второго, более улучшенного спутника. Выполняю маневр торможения на орбите дюны, пропуская все предыдущие стадии полета. Замечательно, мне это радует. Мы вышли на орбиту вокруг дюны. И продолжаем наше торможение. Я сейчас хочу выйти на орбиту, которая заявлена тут, в нашем сканере. Потому что он пишет от 32 до 1500 километров. Включаю сканер ресурсов. Воу! Это прикольно. И передаю на руку. Да, я так и думал, там нужно еще какой-то ресурс. Нужно еще какой-то тип сканера, чтобы... Начинаю сбор данных. Внимание! Запускать сюда, чтобы он исследовал это все. Ну ладно, нет так нет. Сохраняемся, и наша теперь задача выйти на... Где тут у нас? Вот он. На АИК. Сука, не перебивай и дай договорить. Внимание! Выполнение миссии невозможно из-за отсутствия необходимого модуля. Запускаю автопилот на орбиту спутника. Орбита достигнута. Начинаю сбор данных. Сбор данных завершен. Включаю автопилот на требуемую орбиту дюны. И теперь сходим с орбиты... Нашей необъятного Алика. На такой орбите мы можем видеть то, что сканер наш работает. Сейчас попробую как-то его включить. О! Семь ресурсов можем включать, поэтому мы оставляем его здесь вот, на этой орбите. У него, по идее, все развернуто. Так, магнометр давайте мы уберем. Закроем этот. Сделаем радиально внутрь. И теперь он будет вот так вот вращаться, смотря на нашу дюну. Так, а вот эту вот часть я планирую уже возвращать обратно на землю. Ну, или на Кербин, кому как угодно. Но по-хорошему, надо было изначально... Изначально надо бы изменить угол. Почему управление заблокировано? Внимание! Отсутствие антен привело к потере связи. Хочешь сказать, что не хватает ему связи или что? Прикольно. Я не понимаю, по какой-то причине странной у нас просто нету связи. И просто это бесполезная болванка. Ну, классно.